Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! Меня зовут Евгений Гринис. И сегодня я хотел бы показать вам второе видео из серии Дебютные катастрофы. Катастрофы в дебюте не могут, конечно, произойти без грубых ошибок. Но, тем не менее, они очень поучительны. Сегодня я покажу вам сразу 5 партий, начатые одним и тем же ходом. Б2-Б4. Первая партия Франтишек Прокоп против Карлоса Скалицка была сыграна ещё в 1926 году в Праге. Б4. Это начало называется дебют Сокольского. Иногда его называют также Орангутанг. С5, БЦ, Е5, СБ2, КЦ6, КФ3, Е4, КЕ5, СБЦ5, КЦ6. Заслуживала внимания Е3. Конь бьёт Е5, слон бьёт Е5, ферзь G5. С примерно равной игрой. Конь бьёт С6, ферзь B6. Сильный ход. Конь бьёт С6, нападая на слона B2 и на поле F2. Ферзь C1. Лучше было Конь D4, Ферзь бьёт B2, Конь B3. С несколько лучшей позицией у чёрных. На Ферзь C1 последовала слон бьёт F2, шах, КД1. И так как висит пешка G7, чёрные пошли F6. Оказалось, что Конь белых пойман. Е3, ДЦ. У чёрных лишняя пешка. Белые потеряли право на рокировку. Позиция чёрных выиграна. G3. Белые надеются поймать слона F2. Слон G4, шах. Слон Е2. Слон H3. Грозит слон G2. Слон F1. И сейчас сильный ход. Ферзь C5. Грозит Фh5, шах. Король Е2. Ферзь F5. Белые сдались. Угрожает Фф3, мат. Следующая партия после B4. В следующей партии чёрные сыграли D5. Эта партия Камуф-Виллинг сыграна в Германии в 1999 году. Слон B2. Ферзь D6. А3. Е5. Е3. Конь F6. Слон Е2. Слон Е7. Конь F3. Е4. Конь Е5. Конь БД7. Конь БД7. Конь БД7. Слон БД7. Слон БД7. С4. Не очень хороший ход. ДС. Слон БД7. Здесь после рокировки чёрные стояли лучше. Они сыграли конь G4. И белые ответили F4. Это слабый ход. Белые могли сыграть слон G7. Ладья G8. Слон D4. Конь Е5. Несколько лучших позиций у чёрных. А после F4 последовало слон H4 шаг. И на G3 ферзь H6. Белые не могут побить слона. Ферзь бьёт H4. И ферзь F2 мат. Между тем грозит ход. Слон бьёт G3. На F1 последовало слон бьёт G3. И белые сдались. В следующей партии. На B4. Чёрные сделали интересный ход. С6. И на слон B2 ферзь B6. А3. А5. Пешка B4 атакована. Брать на А5 нельзя. Белые не нашли ничего лучшего, чем сыграть C3. Это случилось в партии Падила Парамас Домингес. В Ла Корунии в 1996 году. Интересно было C4. И если AB, то C5. Нельзя брать пешку на C5 ферзём. Так как после AB теряется ладья на А8. После Fc7, AB. Ладья А1. Слон A1. Примерно равная позиция. В белые пошли C3. И можно спросить, что делает этот слон на B2 здесь. Конь F6. Е3. Д5. Чёрные просто развивают свои фигуры. ФБ3. Это не очень хороший ход. Слон F5. Чёрные уже стоят лучше. C4. AB. AB. Ладья А1. Слон A1. Конь А6. Cd. Лучше было пойти уже B5. И после C5 чёрные стоят лучше. Потому что после Cd чёрные ответили. Конь бьёт B4. Угрожает такой ход, как Cd3 или Cc2. Белые пошли Fb2. После Cd4, Cc5, чёрные продолжали стоять лучше. На Fb2 чёрные сыграли Fa5. Грозит ход. Фб1. И после Fa1. Коневая вилка. Конь Cc2. Белые защитили поле Cc2. И чёрные побили Fb3. Белые сдались. Так как после Fa3 следует эта же коневая вилка. Конь C2. Шах. И чёрные забирают ферзя. И выигрывают фигуру. В следующей партии после B4 чёрные ответили E5. Эта партия Пап Кульцар сыграна в Будапеште в 1984 году. Белые ответили A3, D5, Cb2, Cd6, E3, Ce6, F4, F6, Fe, Fe. Сf6, Fe4, Cf6, Fxd6, Fxf6, Fxd7, Fxd7, Cf6, Fxd7, D5, Fxd7, 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 Cxd7, Cxd7, D5. И на Фxg1, слон g7 с неясной позиции. После Кf3 чёрные сыграли слон g4. И белые ответили слон bg7. После Кc3, Фxf3, Фxf3, слон g7, слон h1, слон h8, чёрные имеют лучшую позицию. У них фигура за две пешки. После Кg4, слон g7, слон f3, позиция чёрных уже выиграна. Сd3, Фxg4, слон f5 и следует удар. И последняя партия двух советских мастеров, Каталымов и Левицкий. На слон b2 Каталымов и Левицкий, сыгранного Фрунзе в 1959 году. Слон b2, f6. Чаще сейчас играют слон b4 и после слона e5 Кf6 с небольшим преимуществом у чёрных. После f6 белые ответили e4. Это гамбитный вариант в дебюте Сокольского. Белые жертвуют пешку b4 за инициативу. Слон b4. Слон c4. По крайней мере, чёрные не могут рокировать. Конь e7. Ферзь h5 шаг. Конь g6. На g6 белые бы играли ферзь f3. Чёрным надо играть ладья f8 с неясной позицией. После конь g6 белые играют f4, как в королевском гамбите. Грозит f5, ef, a3. У слона нет хороших отступлений, так как ни на a5, ни на c5 ферзь не даёт. Чёрные пошли d5. Слон бьёт d5. c6. Слон b3. И чёрные предлагают размен ферзей. Ферзь a5. Лучше было сыграть слон d6. Но после Кf3 белые стояли несколько лучше. На ферзь a5. Белые играют e5. Сильный ход. Теперь слон должен отступать. Слон e7. Здесь, если вы хотите, вы можете нажать на паузу и найти как лучшее продолжение за белых. А белые сыграли слон f7. И чёрные сразу сдались. Потому что на взятие слона следует ход e6. И белые забирают ферзя на a5. Иначе не грозит просто слон бьёт g6. Это было моё второе видео по теме дебютные катастрофы. Надеюсь, оно вам понравилось. Если это так, пишите комментарии. До свидания. До следующих встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова